МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Ирина Мартьянова. Здравствуйте. Ирак ценит позицию Беларуси по борьбе с терроризмом. Сегодня председатель Комитета по иностранным делам Совета представителей Ирака Хасан Хамадани встретился с заместителем председателя Палаты представителей Виктором Гуминским. Высокий гость отметил, что для Ирака очень важна поддержка Беларуси в такой непростой для его страны ситуации. В свою очередь белорусский парламентарий высказал надежду, что эта встреча послужит началом возобновления тех двусторонних контактов, которые были между странами раньше, и покажет перспективу развития торгово-экономических отношений. Первый шаг уже сделан. Им стала ратификация соглашений о совместной защите инвестиций. Интерес к развитию всесторонних отношений, не только межпарламентских, но и торгово-экономических в области здравоохранения, образования, военно-технического сотрудничества, очень большой у иракской стороны. Цель нашей визиты сегодня – это развитие отношений между парламентом, республикой Ирака и республикой Беларусь. И мы надеемся, что эта визита будет как фундамент для развития нашей отношений в разных направлениях, в том числе экономической торговли. Беларусь ратифицирует Парижское соглашение по климату в следующем году. В минувшую субботу на конференции в столице Франции его согласовали представители 196 стран, в том числе и нашей. Согласно новому пакету документов, который начнет действовать через пять лет, мир должен сократить выбросы парниковых газов. Отдельное внимание уделено и сохранению средней температуры на земле, ведь ее повышение – причина природных катаклизмов. Помимо этого, Беларусь с 2020 года будет участвовать в специальных программах, призванных помочь озеленить экономику, то есть уменьшить вред, который наносится экологии. Мы получили доступ к финансовым механизмам нового Парижского соглашения наравне со всеми другими участниками. 22 апреля 2016 года будет проведено мероприятие, где именно высшие должностные лица, государств, участников смогут подписать данное соглашение. В Нью-Йорке сегодня пройдет международная встреча по сирийскому кризису. В ней примут участие главы МИД 18 стран. В повестке дня – прекращение огня в Сирии и усиление борьбы с исламским государством. По окончании встречи соберется Совет безопасности ООН. Предположительно, будет впервые принята резолюция в поддержку процесса по сирийскому регулированию. Добавлю, это уже третий раунд переговоров. Предыдущие два прошли в Вене в октябре и ноябре этого года. В Европе создадут общую пограничную службу. Таковы итоги саммита ЕС в Брюсселе, который был посвящен проблеме наплыва нелегалов. Кроме того, участники встречи пришли к выводу, что Еврокомиссия оперативно должна пересмотреть существующие миграционные правила. Отныне страны, в которых беженцы впервые подают прошение на получение соответствующего статуса, будут за них ответственны. Однако, если мигранты покинут эти государства, их могут вернуть обратно. Такие же полномочия получит и Единая европейская погранслужба. Причем это касается не только наземных рубежей, но и морских. Массовая акция протеста в Греции. Ее устроили пенсионеры. На улицы греческой столицы вышли тысячи пожилых людей, недовольные политикой жесткой экономии. Реформы предусматривают в том числе и значительное снижение пенсии. Протестующие пытались прорваться в здание правительства, однако полицейские преградили им путь. Завязалась потасовка, но обошлось без пострадавших. Напомню, новые меры по снижению расходов являются одним из условий международных кредиторов в обмен на многомиллиардную суду, чтобы спасти страну от банкротства. Ранее власти подняли пенсионный возраст, увеличили взносы на здравоохранение и существенно сократили возможности досрочного выхода на пенсию. В Великобритании проведут референдум по выходу из ЕС. Закон о его проведении уже утвержден. Голосование должно пройти не позднее 31 декабря 2017 года. Решение пойти на такой шаг связано с несогласием Соединенного Королевства, с политикой Европейского Союза в разных сферах, в том числе экономической и миграционной. Британское правительство настаивает на проведении фундаментальных реформ в Евросоюзе. В частности, официальный Лондон предлагает ограничить свободу перемещения внутри Евросоюза и снизить влияние Брюсселя на дела страны. Анастасия Колесник, телекомпания СТВ Новый выставочный павильон построят в Беларуси. Он разместится неподалеку от национального аэропорта Минск. Необходимость в таком комплексе вызвана тем, что в мировом бизнесе все большую роль играют специализированные выставочные форумы, на которых предприниматели и производители из разных стран могут заключать контракты. Мы рассматриваем международные выставки в качестве эффективного инструмента для продвижения белорусских товаров на экспорт. В то же время это мероприятие, которое способствует формированию положительного имиджа нашей страны, страны-производителя, страны, которая обладает мощным промышленным научным потенциалом. Белорусские вузы внедряют новые информационные технологии. Так, в Академию управления при президенте для студентов выпустили специальное цифровое приложение. Теперь при помощи своих карманных гаджетов молодые люди смогут следить за расписанием занятий, узнавать последние новости учебного заведения и другую полезную информацию. Разработкой этого приложения занимались сами же студенты. Это такая штука, которая сильно облегчит жизнь студентам Академии управления, абитуриентам, магистрантам и прочим людям, которые к ней хоть как-то причастны. Кроме расписания приложения включает в себя новости Академии управления, ее структуру, какие-то контактные данные. Душистые пряники и имбирные человечки. Рождественская выпечка объединила воспитанников соцдеревень, спортсменов и дипломатов. Кулинарный мастер-класс для участников душевной акции провели шеф-повар из Италии и кондитер из Индии. Большинство ребят готовили вкусный символ сочельника впервые. Добавлю, сегодня в Беларуси три соцдетские деревни. В Боровлянах, Мариной Горке и Могилеве. Приготовленные ребятами рождественские пряники можно было приобрести за символические деньги. Все помогают, все активное участие принимают, все молодцы. Я уже вижу, какой энтузиазм у них есть. Я уверен, что будут хорошие кондитеры из этого крупа. Это все новости к этому часу. Развитие событий в 13.00.